Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую замечательную шапочку. Связать ее можно абсолютно на любой размер головы. Вязала я ее в высоту 20 см. Можно связать ее и не классическим способом, а удлиненную, то есть сзади, чтобы на затылочке у вас немножечко она свисала. Для этого вам перед убавлением макушки нужно будет провязать просто больше количества рапорта в высоту. То есть, допустим, я связала 18,5 см в высоту, затем начала убавлять макушку. Вам нужно будет связать 24 см в высоту, а затем убавлять макушку. Связать можно шапочку абсолютно любыми ниточками. Я использовала вот такую ниточку с люрексом, которую мешала с обычным мериносом. Затем мериносом я закрыла макушку. Можно таким образом не делать. Хотите, можете связать просто однотонную, либо в двойную ниточку от начала вязания до конца. Итак, кому понравилось, присоединяйтесь. Для вязания я буду использовать пряжу, ниточку в два сложения. Одна из которых будет у меня тоненький меринос в 800 метров в 100 граммах. И пряжа от фирмы Alize Salabi. Это ниточка с люрексом и пайетками. То есть одна ниточка такая, вторая вот такая будет. Далее буду вязать спицами чулочными номер 3,5. Можете вязать прямыми спицами, то есть двумя. При этом будете набирать на две петли кромочные больше. И затем нам понадобится еще крючок, ножнички и сантиметр. Для того, чтобы нам правильно рассчитать количество петель, которые нужно набрать для нужного обхвата головы, Вам нужно связать небольшой образец спицами и ниточками, которыми будете вязать шапочку, лицевой гладью. После того, как наберете буквально 15-20 петелек, провяжите 4-5 сантиметров в высоту и возьмите средние петельки. От края отступим немножечко, там буквально сантиметр-два с одной и с другой стороны. Возьмите средние 5 сантиметров. И посмотрите, какое количество петель у Вас смещается в эти 5 сантиметров при растянутом образце. Обратите внимание, при растянутом. И затем это количество петель их поделите на 5. Так Вы получите, сколько петель у Вас в одном сантиметре. Затем это количество петель умножаете на окружность головы. У меня, к примеру, окружность головы 54 сантиметра. Я умножаю на количество петель в одном сантиметре, у меня 1,6 и получаю 86 петель. Плюс одну петлю нам нужно набрать лишнюю, то есть 87 петель для того, чтобы замкнуть вязание наших круг. Это для вязания на пяти спицах. Для тех, кто хочет вязать на двух спицах прямыми обратными рядами, там же Вы набираете плюс 2 петли кромочные, одну из которых Вы будете в начале ряда снимать непровязанной и последнюю вязать все время в лицевых и изнаночных рядах, либо лицевой, либо изнаночной. Это уже на Ваше усмотрение для того, чтобы были ровные красивые косички, которые легко будут шить с обеих сторон. Для тех, кто будет вязать, как я, в круговую, то всего лишь набираем лишнюю петельку. Теперь, после того, как набрали петельки на 2 спицы, распределяем их на 4 спицы. И затем берем в руки последнюю и первую спицу. У нас краешек ниточки, вот этот хвостик маленький, сверху, рабочая ниточка у нас снизу. Подтягиваем петельки на правой и левой спицы. Теперь смотрите. У нас в левой руке первая набранная петля, в правой руке последняя набранная петля. Мы снимаем последнюю набранную петлю к первой. Затем первую одеваем петлю на последнюю и спускаем совсем с левой спицы. Это нужно сделать так, чтобы у вас петельки не спали совсем. У вас получается только лишь вот эта последняя набранная петля на левой спице, которую мы возвращаем на место. А первая набранная петля у нас спущенная. Теперь подтягиваем спицы и коротенький краешек ниточки тянем наверх, а длинный тянем вниз. То есть как бы затягиваем наше вязание. Вот таким образом мы замкнули вязание наших круг. Теперь вы можете ориентироваться, что у вас вот эта спица будет первая рабочая, вот эта вторая, третья и последняя четвертая спица. Можете ориентироваться по вот этому хвостику. Хотите, можете взять цветной маркер и одеть на спицу. Таким образом вы будете видеть, где у вас начало и конец следующего ряда. Вот, теперь берем пятую спицу, я отмечу для того, чтобы вам было видно, потому что хвостик возможно вам не видно в камере и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд это формирование резиночки 1х1, поэтому находим первую петельку и вяжем ее лицевой. Далее вторая петелька изнаночная, третья лицевая, четвертая изнаночная. При этом обратите внимание, что я вяжу лицевую вот так вот, снизу ввожу спицу, захватывая рабочую ниточку и вытаскиваю петельку. Изнаночную петлю я вяжу ниточкой перед работой, ввожу спицу сверху вниз, захватывая рабочую ниточку и вытаскиваю петельку. Вот таким вот образом мы вяжем первую спицу, чередуя лицевая и изнаночная петля, затем переходим на вторую спицу лицевая и изнаночная петля, затем переходим на третью и четвертую, то есть вяжем таким образом до конца первого ряда, чередуя то лицевая петля, то изнаночная. Итак, первый ряд довязан, второй ряд и все последующие ряды на протяжении высоты всей резиночки мы будем вязать лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Первая петля у нас лицевая, вяжем лицевой, затем идет изнаночная, изнаночную вяжем над изнаночной, лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Причем хочу обратить ваше внимание, для красоты рисунка, для ровности мы будем вязать всегда за задние стеночки, так как в лицевой петле задняя стеночка вот она спереди, то мы вяжем за вот эту, которая ближе к нам стеночку, а изнаночная, задняя сторона, вот она у нас, поэтому нить перед работой и вяжем за заднюю стеночку изнаночную. Снова лицевая, вот которая ближе к нам стеночка, изнаночная, которая дальше от нас, то есть фактически и та, и та сторона у нас задняя стеночка, но у нас изнаночная ложится задней стеночки дальше от нас, а лицевая спереди от нас, поэтому вот таким вот образом мы будем вязать лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной, до конца второго, третьего, четвертого и так далее ряда, смотря насколько вы хотите широкую резиночку на вашей шапочке. И таким образом нам нужно связать высоту резиночки 5 см, это где-то 13-14 рядочков, и переходим на основной узор. Основной узор у нас двойной жемчужной или двойная путанка. Вяжется довольно-таки быстро и легко. Смотрите, главное вам запомнить, что рапорт узора высоту составляет 4 ряда. Плюс каждый четный ряд именно нашего узора, то есть второй, четвертый, шестой, восьмой, вяжется так, как ложатся петли. Мы задаем петли в первом ряду, как вязать во втором ряду, и в третьем ряду задаем петли, как вязать в четвертый ряд. Я немножечко уже провязала и перешла на светлый цвет пряжи, чтобы вам было видно, как мы будем вязать вот этот вот узорчик после резиночки. Итак, смотрите, если вы посмотрите на первую спицу, то у вас петельки ложатся таким образом после резинки. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот таким вот образом у вас будет выглядеть последний, четвертый ряд рапорта узора. Но до этого еще дойдем. Сейчас в первом ряду рапорта узора мы должны задать рисунок. Мы сделаем просто со смещением в одну петлю влево. То есть смотрите, у вас сейчас первая лицевая, мы ее вяжем изнаночной. Далее вторая у вас петля изнаночная. Мы ее вяжем лицевой. Снова третья петля лицевая, вяжем ее изнаночной. То есть как бы в шахматном порядке по отношению к предыдущему ряду. Снова изнаночная петля мы вяжем лицевой, а лицевую петлю изнаночной. Итак, чередуем до конца этого ряда лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, но над лицевыми петлями мы вяжем изнаночную петлю, а над изнаночной петлей предыдущего ряда вяжем лицевую петлю в этом ряду. Первый ряд рапорта вяжем со смещением на одну петлю. И таким образом у нас получается некая шахматка. Связали первый ряд, второй ряд это четный ряд, поэтому вяжем по рисунку. Первая у нас изнаночная, так и вяжем ее изнаночной. Вторая лицевая, вяжем лицевой. Изнаночная над изнаночной, лицевая петля над лицевой. Вот таким вот образом, чередуя по рисунку лицевая и изнаночная, как ложатся петли первого ряда узора, так и вяжем второй ряд. Второй ряд связан по рисунку. Приступаем к третьему ряду. В третьем ряду мы задаем рисунок, поэтому вяжем в одну петлю со смещением. То есть сейчас у нас первая петля изнаночная, вторая лицевая. Мы первую провяжем петлю лицевой, а вторую изнаночной. То есть снова в шахматном порядке по отношению к предыдущему ряду. Над изнаночной вяжем лицевую, а над лицевой вяжем изнаночную. Над изнаночной лицевую, над лицевой изнаночную. И вот так вот чередуем снова лицевая и изнаночная до конца ряда, но вяжем над лицевыми изнаночную петлю, а над изнаночными петлями предыдущих рядочков вяжем одну лицевую петлю до конца третьего ряда со смещением влево на одну петлю. 4 ряд узора это четный ряд поэтому вяжем по рисунку как ложатся петли 1 лицевая значит вяжем 1 лицевой 2 изнаночная значит вяжем ее изнаночной и так вяжем лицевая изнаночная чередуя над лицевыми петлями 3 ряда лицевые петли петли в четвертом ряду и над изнаночными петлями вяжем изнаночные петли то есть вяжем по рисунку до конца четвертого ряда довязав четвертый ряд рисунка рапорта в высоту повторяем с первого ряда 1 у нас лицевая 2 идет изнаночная сначала вяжем изнаночную затем лицевую и так очередуем над лицевыми вяжем изнаночные петли над изнаночными лицевые то и сделаем смещение влево на одну петлю теперь каждый четный ряд я уже говорила 2 4 6 8 и так далее вяжется по рисунку как ложатся петли в предыдущем рядочке теперь в третьем ряду снова делаем смещение влево на одну петлю и над изнаночными уже петлями вяжем лицевые а над лицевыми изнаночные то есть запомните что в каждом нечетном ряду вы просто делаете смещение на одну петлю в шахматном порядочке от предыдущего ряда а в каждом черном ряду просто провязываете без изменения петельки как ложатся по рисунку вот таким вот образом я буду вязать от резинки высоту шапочки то есть от начала вязания до высоты шапочки порядка 18 сантиметров для того чтобы у меня осталось на закрытие петель где-то два с половиной сантиметра может даже три уйдет может где-то два четки зависимости от плотности вязания и вашей ниточки вот теперь для тех кто хочет удлиненную шапочку по типу бине то вам нужно провязать до начала убавления где-то 24 сантиметра то есть от начала вязания резинки до конца вязания раппорта вам нужно будет провязать 24 сантиметра и два два с половиной сантиметра у вас будет на убавление макушки вот еще раз повторюсь от высоты шапочки общей которая вам нужно допустим женская 21 сантиметр не довязывайте два с половиной где-то сантиметра то есть 18 с половиной сантиметров где-то нужно провязать общую высоту шапочки до убавления макушки до убавления шапочки удлиненного варианта вам нужно провязать 24 сантиметра какой вы хотите больше вам нужно определиться по ходу вязания то есть как вы хотите чтобы у вас сидела шапочка удлиненный вариант более свисает на затылке и шапочка которая классическая она будет хорошо просто плотненько сидеть у вас на голове вот теперь вяжем нужную высоту я сменила ниточку как вы обратили внимание у меня макушка будет немножечко другого цвета вот вниз я сделала с люрексовой ниточкой как у меня на снуде почему-то я так решила не захотела полосками вот и буду делать убавление уже ниточкой другого цвета то есть заканчивать макушку буду ниточкой другого цвета три сложения в конце видео я вам покажу как сделать ниточку в три сложения для тех кто хочет точно также макушку закончить как и я как вы помните изначально у нас была ниточка ализе и ниточка 1 вот это мериносовая так как у нас ниточка ализе 2 раза толще чем меринос то нам пришлось заменить эту ниточку оранжевую или золотистую двумя ниточками мериносом так как у меня был как вы видели изначально один моток он у меня от начала до конца вязания так был один моток я просто достала вторую ниточку с середины мотка и отмотала небольшой моточек с этого у меня получилась третья нитка и у меня получается одна была изначально ниточка с золотистой шла вторую я достала отмотала моточек у меня получилось две ниточки и отрезав моточек у меня получилось третья ниточка вот три ниточки которые я сейчас вижу завязав предварительно еще две ниточки к той которая у нас была изначально вот заменила я таким образом вот эту золотистую ниточку и продолжаем дальше вязать как и обещала покажу вам как вязать с одного моточка тремя ниточками смотрите первая у вас рабочая ниточка была задействована золотистым цветом мы ее не трогаем то есть основная ниточка вот она с золотистым цветом вяжите вяжите затем вам нужно сделать в три сложения вот эту ниточку смотрите вы вот так вот в серединку пальчиками вот прям вот в саму серединку у меня сейчас моточек честно говоря на грани окончания поэтому мне будет легко вытащить вот эту серединочку вы так хорошо хорошо в саму серединочку вводите пальчики и достаете вот этот второй краешек ниточки вот она на вас теперь берем с вот этой ниточки которую достали отматываем небольшой моточек можете отмотать и где-то метров не знаю даже 15-20 можете запасиком ничего страшного отматывайте у меня моточек пригодился для макушки немножечко больше чем этот чуть-чуть совсем вот отматываем и отрываем ниточку у вас моточек с него ниточка затем ниточка которой вы вязали и вот она ниточка свободная мы берем все три ниточки то есть две которые смотка с двух сторон и третья которую мы отмотали вот так вот в три сложения и вам не будет мешать ни ниточка отматывания с внешней стороны не с внутренней стороны она у вас будет просто выходить не вот этот моточек который мы отмотали то есть вот она ваша ниточка в три сложения ей я и продолжу вязать провязав 11 рапортов узора в высоту полных я остановилась в начале первого ряда 12 рапорта то есть вот я еще не начала ничего провязывать просто остановилась в начале 12 рапорта теперь смотрите нам нужно общее количество петелек на четырех спицах поделить на 8 частей максимально приблизительно равных так как у нас 86 если мы поделим на 8 то у нас получается на 6 спицах 11 петелек и на 2 спицах по 10 петель смотрите мы вы можете разделить маркерами ниточками и так далее а можете просто по две части одеть на каждую спицу при этом у меня по 10 петель будет вот здесь вот с передней стороны на одной спице и ровно на второй спице то есть по серединке по 10 петелек на всех остальных частях будет по 11 петель и начинаем делать убавление с первой спицы отсчитываем 11 первых петелек для этого мы начинаем вязать уже первый ряд я не зря сказала первый ряд 12 рапорта у нас по идее сейчас должна быть вот здесь вот вместо лицевой изнаночная вместо изнаночной лицевой лицевая мы должны вот эти две петельки первые петли части 1 провязать 2 вместе 1 лицевой вот так вот заводим за изнаночную петлю и вяжем 2 вместе петли 1 лицевой далее у нас лицевая мы вяжем ее изнаночной то есть таким образом мы провязали уже три петли далее изнаночная мы вяжем ее лицевой 4 петли лицевая вяжем ее изнаночной 5 петель мы сделали убавление но считаем первую убавленную петлю 5 петель далее изнаночная лицевой петлей 6 петель лицевая изнаночная 7 петель изнаночная лицевой 8 петель лицевая изнаночной 9 петель изнаночной лицевой 10 петель и лицевая изнаночной 11 петель то есть фактически у нас осталось первой части 10 петель и но первую мы считаем которая у нас убавлено теперь вначале следующей части у нас идет 11 петелек 2 часть поэтому вот у нас идет изнаночная лицевая затем изнаночная по факту у нас должна 2 быть изнаночная мы можем провязать две вместе одной петлей изнаночной вот так но таким образом следующая петля у нас получится лицевой так как по рапорту узора у нас идет изменение то есть движение в первом ряду на одну петлю теперь у нас идут лицевые петельки мы вяжем их изнаночными изнаночную вяжем лицевой то есть до конца спицы мы делаем сдвиг в левую сторону на одну петельку довязали вторые 11 петелек второй части и приступаем к третьей части 11 петелек у нас первая лицевая вторая изнаночная должна быть лицевая почему потому что вот сейчас 2 изнаночная у нас должна быть лицевой поэтому мы вводим спицу за изнаночную и провяжем две вместе петли изнаночную и лицевую одной лицевой это мы убавили одну петлю в начале третьей части и провязали следующую получается петельку лицевая далее лицевая у нас идет изнаночной то есть уже три петли изнаночная лицевой 4 петли лицевая изнаночной 5 петель изнаночной лицевой 6 петель лицевая изнаночной 7 петель изнаночной лицевой 8 петель лицевая изнаночной 9 петель изнаночной лицевой 10 и И лицевая изнаночная 11 петелек. То есть, смотрите, мы провязали сейчас третью часть, убавив в начале третьей части одну петельку. И приступаем к следующей части, на которой у нас уже, как вы помните, 10 петель. В начале из каждой части мы будем забирать по одной петельке. Смотрите, мы провязывали каждую, каждую, каждую из частей, убавляя в начале каждой части из 11 петелек делали 10. То есть, провязывали 2 петли первые вместе. Хотите, можете всегда эти первые 2 петли на каждой части провязывать просто лицевой. И таким образом у вас получится такая вот косичка убавления. Хотите, можете чередовать лицевая, изнаночная. То есть, в принципе, вяжите на ваше усмотрение. Пожалуй, самый простой способ это поделить на 8 равных частей. И каждую из частей начинать просто 2 петли провязывать вместе лицевой. Так вы не запутаетесь и будет очень аккуратная макушка. В общем, поделив на 8 частей, мы забрали с каждой части по одной петельке. И так я буду забирать с каждой части из 8 до конца ряда. То есть, где у нас здесь вот отметочка маркер начала ряда. Буду забирать с каждой части по одной петле. И в конце ряда у нас убавится 8 петелек. Так как мы в 8 частях забрали по первой одной петле сократили. Сократили в первом ряду рапорта со всех частей по одной петельке. И теперь продолжаем делать сокращение во втором ряду. Но, как вы помните, во втором ряду это четный ряд, поэтому он вяжется по рисунку. И так, в начале первой спицы мы провязываем 2 петли вместе. Вот наша изнаночная и лицевая петля. Провяжем 2 петли вместе лицевой. И я решила, что буду убавлять все-таки вместе с вами в каждом, вот здесь вот, в каждой части в начале только лишь лицевой петлей. Так будет удобно и чтобы вы не запутались. А если вы захотите, для тех, кто знает, как убавить путанку именно по узору, можете убавить по узору. Итак, провязали 2 вместе первые петли лицевой. Далее у нас идет также лицевая. Мы вяжем ее по рисунку, так как это второй ряд. Далее изнаночная по рисунку изнаночная. Лицевая изнаночная. Это мы уже провязали, получается, вместе с убавлением 2, 4, 6 петель. Далее седьмая лицевая, восьмая изнаночная, девятая лицевая, десятая изнаночная. То есть фактически у нас сейчас на первой части осталось уже 9 петелек по рисунку. Далее снова в начале следующей, вот здесь вот части, мы вяжем 2 петли первые вместе лицевой, независимо от узора. Далее у нас идет изнаночная. Мы вяжем ее изнаночной, лицевую, лицевой, изнаночную, изнаночной. Это уже 5 петель. Далее лицевая, изнаночная, 7 петель. И остается 3 петли. 8, 9, 10. Это с убавлением. Но так как мы убавили одну петлю, забрали, то уже остается и на второй части 9 петелек. Точно так же переходим в начале следующей. Вяжем 2 вместе петли первые лицевой, а оставшиеся петельки вяжем с третьей части по рисунку. Это получается мы сделали убавление. Затем вторая лицевая, третья изнаночная, четвертая лицевая, пятая изнаночная, шестая лицевая, седьмая изнаночная, восьмая лицевая, девятая изнаночная. Вот она третья часть наша провязана по рисунку. И приступаем к четвертой части и так далее. То есть точно так же убавляем в начале каждой части, поделенной на 8 наших частей. Убавляем в каждой части первые 2 петли, провязываем вместе лицевой, независимо от узора. И так как это второй ряд рапорта, то он вяжется по рисунку. То есть над лицевыми лицевые петли, над изнаночными изнаночными, ничего не меняя. Довязываем до конца ряда, убавляя в каждой части, снова провязывая первые 2 петли лицевой, то есть по одной петельке. Второй ряд рапорта провязан, и приступаем к третьему ряду. Как вы помните, третий ряд у нас вяжется со смещением влево на одну петельку. Поэтому будем делать смещение. В начале первой части 2 первые петельки провязываем одной петлей лицевой вместе. Затем у нас идет изнаночная. Я вяжу ее лицевой, лицевую вяжу изнаночной. Далее изнаночная лицевая, лицевая изнаночная. Мы провязали 2, 4, 6. Далее лицевая петля изнаночная, 8. И все, мы провязали первую часть, закончили ее лицевой петлей 2, 4, 6, 8. И теперь приступаем к следующей 2, 4, 6, 8, 9 петелек, да, это вторая часть. Две из которых первые петли мы провяжем 2 вместе одной петлей лицевой. А дальше вяжем со смещением. Лицевую петлю вяжем изнаночной, изнаночную лицевой, лицевую изнаночной, изнаночную лицевой. Лицевую изнаночной, изнаночную лицевой. И заканчиваем изнаночной петлей. У нас остается на первой спице 16 петелек. То есть мы сократили 2 петли в каждой из частей в начале. И получилось у нас по 8 уже петелек. Снова в начале третьей части вяжем 2 петли вместе одной лицевой. Сократили 1 петлю, это получается 1 петля. Далее у нас идет изнаночная, вяжем ее со смещением лицевой. Лицевую вяжем изнаночной, это 3 петли. Изнаночная вяжем лицевой, лицевая изнаночная. 5 петель. Изнаночную лицевой, лицевую изнаночной. 2, 4, 6, 7. И последняя петля. Изнаночная петля, вяжем ее лицевой. 8 петелек провязали с третьей части и приступаем к четвертой части. То есть вяжем со смещением и в каждой части снова сокращаем 2 первые петли, вяжем вместе лицевой. Третий ряд довязан до конца со смещением. Четвертый ряд, как вы помните, вяжется у нас по рисунку. Поэтому сокращаем 2 первые петли, вяжем вместе одной лицевой. Это у нас провязаны 2 петли со сокращением. И теперь отсчитываем от этой петли еще 6 петелек. И вяжем по рисунку. Изнаночная над изнаночной, лицевая над лицевой. Это 3 петли. Далее изнаночная, четвертая петля. Лицевая, пятая петля. Изнаночная, шестая петля. И лицевая, получается последняя, седьмая петелька. Теперь в начале второй части снова сокращаем 2 петли, вяжем вместе одной лицевой. Это первая петля. Далее у нас лицевая, вторая петля. Изнаночная, третья петля. Лицевая, четвертая. Изнаночная, пятая. Лицевая, шестая. Изнаночная, седьмая. То есть, как вы поняли, у нас уже на двух частях осталось по 7 петелек. То есть, всего на спице 14 петель. Приступаем к третьей части, в начале которой снова делаем убавление. Две петли провязываем вместе одной лицевой. И довязываем по рисунку еще 6 петелек. Итак, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вместе с убавлением у вас провязана третья часть в 7 петелек. И приступаем к четвертой части. В начале части снова убавляем 2 петли вместе лицевой. А затем вяжем еще 6 петель по рисунку. Провязали четвертый ряд рапорта. И теперь приступаем к первому ряду следующего рапорта. Уже по счету это у нас 13 рапорт. В начале 13 рапорта мы точно так же на каждой части убавляем по 2 петли. Провязываем вместе лицевой. А остальные петли вяжем со смещением. То есть смотрите, у нас сейчас получается на каждой части осталось по 7 петелек. И на передних двух частях по 6 петелек. Снова лицевую, изнаночную вяжем 2 вместе, 1 лицевой. Вот так вот. Следим за тем, чтобы у нас ниточки не рассоединялись. И теперь у нас идет следующая лицевая. Мы вяжем ее изнаночной. Изнаночную, лицевой, лицевую, изнаночной. Изнаночную, лицевой и лицевую, изнаночной. У нас должно сократиться число петелек на части до 6. Снова вяжем 2 первые петли вместе 1 лицевой. Далее у нас идет изнаночная, вяжем лицевой, лицевую, вяжем изнаночной. Изнаночная, лицевой, лицевую, изнаночной. И изнаночная, лицевой. Довязали вторую часть из 6 петелек, то есть на спице на первой у нас 12 петель осталось. И приступаем к следующей части, в начале которой снова делаем убавление, провязывая 2 петли первые вместе 1 лицевой. Далее вяжем со смещением. Над лицевой петлей изнаночную, над изнаночной петлей лицевую. Над лицевой изнаночную, над изнаночной лицевой. И над лицевой изнаночной. То есть вот они наши 6 петель третьей части. И точно так же продолжаем убавлять на каждой из частей 2 первые петли вместе лицевой. И остальные петли вяжем со смещением. То есть над лицевыми вяжем изнаночные петли, а над изнаночными петлями лицевые. До конца первого ряда 13 раппорта. Довязали первый ряд раппорта, приступаем ко второму. Снова в начале ряда делаем на первой части 2 петли вместе лицевой. То есть делаем убавление. И довязываем еще 4 петельки по рисунку. Лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. И снова лицевая, изнаночная. 4 петли добавлены, первая часть провязана. Снова в начале второй части вяжем 2 петли вместе одной лицевой. И довязываем 4 петельки по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Провязали 2, вот здесь вот наши 2 части. И получается у нас уже сократилось снова по 1 петле в каждой части. И осталось 10 петелек. По 5 петелек на каждой части. В начале третьей части также вяжем 2 петли вместе одной лицевой. И снова довязываем по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И продолжаем вязать точно так же. На каждой части убавляя по 1 петле в начале. И довязывая 4 петли по рисунку. Так как это у нас второй ряд, четный. Вяжем по рисунку. Над лицевыми лицевые, над изнаночными, изнаночные. Убавляя в каждой части первые 2 петли провязываем вместе лицевой. Довязали второй ряд рапорта. И мы сейчас в начале третьего ряда. Третьего ряда рапорта снова в начале убавляем. 2 петли провяжем вместе лицевой с первой части. И довязываем 3 петельки по рисунку. Так как это третий ряд, у нас идет со смещением. Над изнаночной вяжем лицевую, над лицевой изнаночной. И над изнаночной лицевую. Провязали первую часть, приступаем к следующей части. Вяжем 2 вместе петли лицевой. То есть, как всегда, делаем сокращение на второй части. И довязываем. Лицевая у нас идет изнаночной, так как со смещением. Изнаночная идет лицевой. И лицевая идет изнаночной. Таким образом, у нас на спице остается уже 4 петли. Всего лишь на каждой части. То есть, 8 петелек на спице. Приступаем к третьей части. Точно так же вяжем 2 первые петли вместе одной лицевой. Далее у нас идет изнаночная. Вяжем ее лицевой. Лицевая изнаночной. И изнаночная лицевой. Провязали третью часть. И точно так же в начале каждой части мы провяжем 2 вместе петли лицевой, как всегда, делая убавления. И довяжем еще 3 петли со смещением. То есть, в шахматном порядке. Над лицевой изнаночную, над изнаночной лицевую. И над лицевой изнаночную. То есть, по 3 петли. На передних петельках у нас будет уже довязываться всего лишь по 2 петли. Довязали третий ряд. И четвертый ряд, как вы помните, четный ряд вяжется по рисунку. Делаем сокращение в начале каждой части. И довязываем по рисунку 2 петельки. То есть, над изнаночной и изнаночной вяжем петельку. Над лицевой, лицевую. По рисунку. Далее, снова в начале второй части вяжем убавление. 2 петли вяжем первой вместе. Одной петлей лицевой. И довязываем 2 оставшиеся петли по рисунку. Изнаночная над изнаночной, лицевая над лицевой. Вот так вот. Первая у нас идет лицевая, вторая изнаночная. Переходим к третьей части. Снова в начале вяжем 2 петли вместе лицевой. И 2 петли довязываем. Там, где у нас меньше петелек, останется всего лишь 1 довязанная петля после убавления. Довязали последний ряд рапорта. И теперь у нас начало следующего рапорта. Хотите, можете соблюдать смещение ряд. Хотите, можете уже вязать просто все петельки лицевые. То есть, в принципе, на ваше усмотрение. Еще раз повторюсь. Можете вязать как первый ряд рапорта. То есть, чередовать лицевые, изнаночные, менять местами. А хотите, можете просто вязать лицевые. При этом у нас уже в этом ряду на передних спицах останется всего по одной петельке. Итак, в начале ряда, вот здесь вот вяжем в начале, как всегда, 2 первые петли вместе 1 лицевой. И вот она у нас одна петля лицевая, до следующего убавления. Хотите, можете провязать ее просто лицевой. Хотите, можете поменять изнаночной. Я поменяла изнаночной. Теперь снова 2 вместе петли 1 лицевой в начале следующего, вот здесь вот в следующей части. И следующая у нас идет изнаночная, я меняю ее на лицевую. То есть получается вот так вот 4 петельки. И довязываем до конца ряда, вот так вот сокращая 2 петли вместе и оставшуюся петлю провязывать либо лицевой, повторюсь, либо менять ее чередованием, то есть как первый ряд рапорта. Довязали до конца ряда и у нас осталось совсем уже чуть-чуть петелек. У нас осталось на некоторых частях по 2 петли и на некоторых частях по 1 петле. Вот запомните, там где осталось по 2 петли, вяжем 2 петли вместе. То есть здесь 2 петли вместе, сразу же на следующей стороне 2 петли вместе. Там где у нас осталось по 1 петле, просто эту 1 петлю провязываем 1 лицевой. То есть просто провязываете там, где осталась петля, лицевой петлей. А там где по 2 петли на части, там 2 петли вместе 1 лицевой. Итак, у нас осталось на каждой спице по 2 петли, то есть 8 петелек. И нам нужно 1 ряд провязать все петельки полностью лицевыми. То есть 8 петель на каждой спице по 2 петли провязываем просто лицевыми петельками. Провязав 8 лицевых, провязываем первую петлю лицевой и возвращаем ее на спицу левую. Теперь смотрите, вот она следующая у вас идет лицевая, которую мы не провязали. Одеваем ее на провязанную лицевую и спускаем с левой спицы. Далее берем эту петельку, которая у нас была провязанная первая, и переодеваем на следующую левую спицу. Теперь одеваем сначала первую петельку на эту провязанную петлю, спускаем со спицы. Затем следующую петельку одеваем на эту петельку и спускаем с левой спицы. Спицу можно убрать левую, а правой спицей перенесите на следующую левую спицу. И снова вот так вот как бы петельки мы каждую по очереди переодеваем на эту провязанную первую лицевую петлю. И вот так вот аккуратненько переносим все петельки на эту провязанную лицевую, затем помогаем правой спице переносить на каждую последующую левую спицу эту петельку провязанную и переодеваем на нее полностью-полностью до последней петельки в ряду. И у нас остается всего лишь эта первая петля провязанная лицевая, на которой собраны все петельки по кругу. То есть если вы вот так вот потянете, у вас будет ниточка рабочая с этой петли. Вот она. Теперь смотрите, берем крючок и делаем две воздушные петли рабочей ниточкой. То есть вот она, ваша крайняя петелька. Подтягиваем ее хорошо, чтобы не было дырочки и делаем две воздушные петли. Теперь можем ниточку отрезать, оставив небольшой хвостик и вытаскиваем его на изнаночную сторону. Прячем хвостик с изнаночной стороны. И у нас получается вот такая замечательно аккуратная, как на мой взгляд, макушечка. Вот. И нам осталось лишь только, если у вас были какие-то присоединения внутри, спрятать хвостики с внутренней стороны и вот эту начальную ниточку точно так же вывернуть на изнаночную сторону и спрятать вот здесь вот в нашей косичке. Маркеры все снимаем, все отметочки, ниточки убираем. И у нас вот такая готовая получается аккуратная шапочка. Такая шапочка может быть удлиненная, как я вам уже говорила, по ходу бини, если вы вязали удлиненную. Я вязала более укороченный вариант, поэтому у меня получилась вот такая вот коротенькая шапочка, которая красиво будет смотреться на голове. Если вы вязали длинную удлиненную, то вам немножечко нужно будет ей передать форму, поэтому намочите немножечко макушечку и оставите высыхать в таком вот слегка загнутом виде. Чтобы она у вас так вот как бы немножечко призагнутая была. Когда вы будете одевать ее на голову, вам будет удобно, если она все-таки немножечко вот здесь вот загнутая будет. Итак, в общем, наша шапочка готова. Осталось спрятать все кончики и украсить по своему усмотрению. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, понравилось. Ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения. Пока-пока.